здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гость алексей да алексей приехал из подмосковья из далекой из-под колонны как место называется луховицы друзья кто огурцы знает луховицки я например не знал мне стало неудобно вроде париже был в лондоне от луховицких огурцов мире три столицы москва рязани луховиц все кто проезжал мимо луховиц знают правда а это мне знаете я помню такой был то ли анекдот или из жизни вот как там грузин объясняет в сср еще давно что в сср есть три народа в основном его кокетри он говорит грузины ну это понятно это русские и не русские вот поэтому так же у вас хорошо так огурцы бывают луховицкие линкаранские еще залипецкий слышно но так себе луховицкий в общем хорошо так а в америке это самое давно три недели вот вы путешествуете но я вот на самом деле когда с алексеем начал беседу меня поразило что их как-то целую семью запустили вторую поездку сколько у вас тут четверо значит вы я жена мама и ребенок полтора года мама чья жены так как мамой да могу сказать просто теща знаете она вас как зовет сына это очень трогательно хорошо хорошо так а вашу маму жену как зовут мою маму нет ладно ссори ну хорошо значит вы вчетвером поехали по америке гулять а не было проблем вот вы пришли в посольство все в четыре пришли в москве было дело да мы в москву приехали четвером посольство мы очень много на youtube смотрели видеороликов как правильно проходить собеседование а есть такие да есть парень зовут его я сейчас не вспомню артем ельвик конечно же артем мы же мы же с ним он сам на интервью снимал отличный человек очень здорово описывали что надо делать молодец в общем вот после его видео это это было было последнее видео которым смотрели перед тем каким то есть это самое информативное видео больше ничего не надо про визы говорит да у него четыре или пять нет пять видеороликов именно по визам так он сам рассказывает или люди приходят нет он сам рассказывает он руководствуется инструкциями какого своего товарища который когда-то работал визовым офицером в посольстве также выдавал визы а теперь занимается бизнесом в помощи получения виз мы описали этому товарищу его на почту хотели воспользоваться его услугами но он был в отпуске и нам не смог оказать своих услуг мы пошли сами главное вести себя хорошо он работал в американском посольстве да он американец но русскоязычный это потому что маски можно понял хорошо то есть есть источники надежные может быть вы поделитесь пары хохмачек надо вести себя хорошо но в плане улыбаться быть позитивным не быть угрюмым как большинство россиян а что угрюмые что они и что честно все угрюмые ты что плохого то когда все угрюмые ты подходишь сияющий в хорошем настроении хорошем расположении духа улыбайся офицеру спрошу как у нее дела поддержки беседу они все по-русски говорят вот соответственно к тебе абсолютно другое отношение и видят что ты позитивный хороший человек пусть останется такой человек приличный ну хорошо то есть как-то лучше отношения к позитивному чем к мрачному да соответственно одеваться на как турист не надо чего-то ляпистого никаких понтов вот этих российских не нужно а как же чек как и жак то что вообще визы получают значит без понтов без без сухонного рыла а есть еще люди какие-то вот in between там как бы да я не знаю кто еще получает кто кто не такие в основном такие получают но но все-таки визы же в основном то выдают не то что можно смотреть артем мельникова посоветовал заняться таким делом когда приходишь в очередь посолить сидишь и ставишься на место виза офицера сможет нулей кому бы ты дал из кому бы ты не дал визу и смотришь в действительности от такие буки прям на обученные все какие-то угрюмые неприятные люди на первый взгляд и ты понимаешь что визы не дадут и когда вот у нас момент был мы вышли из посольства в посольство перед нами но мы вообще сама почти первые пошли потому что мы с ребенком были где-то с нами проходили ребятки там муж и женой они были все больше никого не было они были реально обычные не очень приятный на вид и когда мы выходили из посольства они проходили мимо нас такие же обычные если еще больше соответственно так понимаю что визу им не дали так как у них настроение было не очень хорошее а может они всегда такие хорошо все тоже всегда визы не дают ну хорошо значит надо быть на позитивной стороне дальше но смотрите все таки все таки на вас лежит ответственность за то чтобы показать что вы не не имеете намерений таких иммиграционных что вы вернетесь что вы просто погулять поехали вы шли все вчетвером с тещей да мы шли все четвером собеседуем все вместе с семьей офицер смотрит на вас и говорит смотри к их все четверо они все четверо хотят визу что уже подозрительно заложников вас нету значит значит вам нужно как-то что-то дополнительное чтобы и офицерники доказательства не спрашивала дополнительных документов никаких у нас были некоторые дополнительные документы которым в папочке принесли но ничего не просил показать ну хорошо но вопросы задавали задавал по анкете ну на самом деле решение о выдаче визы визы извиняюсь принимается до собеседования на собеседование единственное случилось лихо хмус но не получил а решение оно принято заранее и человек Это известно, что заранее? Результат неизвестен, конечно же. Нет, нет, но вы... А кто говорит, что они заранее? А, то есть, товарищ, который там работает, говорит, что принимается заранее. Я так думаю, что достаем информацию, можно и верить. Хорошо, постойте, постойте. То есть, если человек лыжановился, то ему могут еще и отказать, хотя думали дать визу. А наоборот, возможно, если они думали, этого мы не даем, и вдруг он приходит такой веселый, улыбается. Ну, не знаю, может быть, на обратной реакции тоже есть. Вполне возможно. Так. Ну, потому что, понимаете, если решение уже принято, тогда уже не так важно, пришел он веселый, общительный или нет. Ну, с одной стороны, может быть, что-то в этом есть. Может быть. Но, с другой стороны, видят мрачные, думают, опять мрачного прислали. Раз, и отказали. Не знаю, не знаю, это трудно сказать. А вы какие-то сильно зарабатывающие, почему у них не было ощущений, если все-таки это же на вас доказывать. Ну, у меня получается... Презумпция виновности. То есть вы должны доказать, что у вас нет иммиграционных намерений. Они смотрят на вас. Целая семья. Это вам все скажут, что это очень подозрительно. Ну, смотрите-ка, и ситуация. Мама у нас пенсионерка. Она уже почти год не работает. Ну, может быть, не почти год на собеседовании, было 8 месяцев, когда она не работает. Она пенсионерка. Жена сидит в декрете с ребенком. Там у нее небольшой доход абсолютно. Там что-то в долларах, может быть, меньше-меньше 200 долларов. Так сколько ребенку? Ребенку полтора года. А сколько же у вас декретов? Продолжительность декрета? Полтора года. Ну, полтора года сейчас, когда мы визу получали, было год и месяц, льгот и два месяца. Так, хорошо. У меня доход порядка 170 тысяч составлял. Рублей? Рублей. В год или в месяц? Месяц. А это сколько? В долларах? Да. Ну, может быть, чуть меньше трех. Тысяч? Да, чуть меньше трех. Под Москвой? Под Москвой. Да что же вы такое делаете? Огурцы продаете, что ли? Нет, я строитель. А что строите? Дома, частный сектор, ремонты. Вы по найму строитель или вы подрядчик? Подрядчик. Я подрядчик, помимо подрядов, конечно, это еще и продажная статья дохода была. То есть, у меня не просто услуги, а еще и продажа материала строительных. Хорошо, вопрос такой. Вот такой, ну, как бы мелкий бизнес, да, у вас? Да, микро-микро. Микро-микро-микро-микро-миней-мелко-бизнес. Вас донимают какие-то, ну, скажем так, неформалы, там, типа, ну, нельзя это с утюгом? Ну, как же, с каким-то... Ну, нет. Сейчас такого нет. Ну, сейчас не совсем то, но... Поборы есть какие-то? Это все выросло. Это выросло на уровень всяких структур. Структуры? Структуры-то тебе, как бы, интересуются или вы слишком мелкие? Нет, мы слишком мелкие. Я слышал историю, что там до полмиллиона, до миллиона дела доходили. Когда есть человек взять поллямы, то, может быть, что-то будет. Если человеку нельзя взять поллямы, прийти, то... А мелкая шпана не интересуется? То есть, как бы, органы могут интересоваться чем-то крупным. Я понял, да. А бандюки такие простые? Ну, в нашем городе они есть. У нас очень маленький город. Я их почти всех знал. Я не знал, с чего они живут. Такими, как я, они, может быть, интересуются, может быть, не мной, я не знаю. Может быть, мной могли бы интересоваться, может, я им не интересен, может, они чего-то более крупного... Ну, с вас особо и не взять, а с чего с трех тысяч можно взять? Ну, это по вашему понятию. Да. По нашим-то можно взять. То есть, нормально? Да, конечно. Я когда с друзьями делился, своими доходами бывало такое, мы все удивлялись, что я вообще суперобеспеченный человек. Ну, российским меркам. Ну, да. Причем по Подмосковскому, не чисто по России. В Москве это обычные деньги, это ничего серьезного. Это нормально в Москве. А в Подмосковье, вот там, где вы жили, Коломна, это от Москвы не так близко, да? Коломна 100, мы где-то 130. От Москвы? Да. От МКАДа. От центра где-то 150. Подождите, от МКАДа, значит, вы все еще в Московской области? Да, от окраина Рязанского, у нас 60 километров до Рязани. То есть, вот в такой, можно сказать, почти глушь. То есть, у вас люди не ездят на работу в Москву? Ездят многие. Каждый день? Ну, нет, скорее, не каждый день. Многие, конечно, каждый день ездят. Я в молодости ездил, 3 месяца каждый день ездил. Сколько на электричке будет? 2-20 где-то так во время. Ой, тяжело. До Казанского, конечно. Тяжело. Может быть, 2-30. Хорошо, а в чем живут люди в этом огурцовом месте? Полгорода работает на заводе авиационном, они их вот здесь собирают. Полгорода, ну, полгорода много чем занимается. То есть, может быть, четверть огурцами, всякими капустами, помидорами, еще чем угодно. Есть люди, которые очень обеспечены живут с огурцов с капустой. А сколько народу в городе? Ну, около 60 тысяч, может, 55-60 тысяч. Слушайте, он не такой маленький. Это не то, что вы там всех знаете. Ну, конечно, нет, не всех. Ну, а вот, допустим, школ сколько было средних в городе? Штуки 4, наверное, и лицей. Ну, то есть, вот, скажем, из своей школы вы всех знаете примерно? Ну, в своем поколении, наверное, знал, конечно, всех, да. Когда начал подрастать, начал понимать, что я в городе никого не знаю. А то есть, вот сейчас идешь по городу, не то, что всех... Да, нет, вот в 20 лет я еще всех знал, кто ходил по городу. Сейчас я по городу не хожу, соответственно, выйти сейчас на улицу и посмотреть на людей, я никого не знаю. А вот я слышал такое, что последние поры, ну, вот как-то там началось, там, с Украины, значит, народ перестал приобретать новые автомобили. Это чувствуется? Трудно сказать. Да нет, до сегодняшнего дня, по крайней мере, у людей еще остаются деньги и чувствуют, что эти деньги кончаются. Вот сейчас чувствуют, что кончаются деньги. Что значит, кончаются сбережения? Ну, народ как раз, если вы говорите, что последние пару лет народ перестал покупать автомобили, это прямо вот сегодня чувствуется, еще год назад это не чувствовалось. Год назад покупательоспособность населения была достаточно высока. А что случилось за год? Деньги начинают кончаться потихонечку. Запасы? Да, запасы. То есть люди спокойно проживали запасы? Да, потихонечку проживали запасы. Запасы не то, что запасенные, а запасы, может быть, наработанные. Кто-то еще, имея какую-то работу, какой-то доход, доход же он не прям, вот раз, рухнул. Но потихонечку, в течение пару лет, вот эти доходы, они потихонечку истекаются. То есть, скажем, за последний год доходы стали меньше? Да, да. Именно в бизнесе? Ну, чисто, если говорить про обычный предел, кто ходит на работу, они обнищали еще, может быть, год назад, может быть, полтора года назад. Это связано с курсом валюты или с чем это связано? С курсом валюты, с повышением цен на все и с понижением доходов. А вот такую вещь, значит, все-таки, вот если мы смотрим на повышение цен, которое произошло вот за, ну, скажем, уже три года, да, значит, вот за эти три года и повышение цен, которое произошло за предшествующие три года, тоже ведь цены росли? Росли, но не так сильно. Росли всегда, в России всегда цены росли. Начиная вот, сколько я сознательно возраст помню, там, может быть, 2004, как же, в год, за год. Сколько лет? 30. А. Вот. Цены всегда росли, сейчас гиперинфляция просто проходит. Причем, покупательная способность у людей падает, платеж способностей не уезжает. Куда? Куда угодно. Ну, например. Ну, вот я был в Испании тем летом, город Калиева. У каждой второй русскоязычный. Откуда они, я не знаю, может, в Украине, может, в Испании. Они живут там или на время пребывают? Ну, тоже трудно сказать. Когда я искал квартиру в городе Калиева под Барселоной на сайте RMDNB, очень много предложений русскоязычных хозяев квартир. Очень много. Вот откуда они взялись. А. Это можно жить в Киеве и иметь квартиру издавую. Ну, может быть так. Ну, в общем, чувствуют, что народ уезжает. Купательная способность заканчивается у людей. Остаются в основном... Ну, кто остается? Ну, кто остается? Это связано с ценой на нефть? С чем связано? Ну, не с санкциями же. Ну, с политикой, вообще с политикой. Конечно же нефть. Россия жила одной нефтью последние 15 лет. Больше там ничего не было. Производство нет. Ну, какие производства? Я даже не знаю. Я не знаю. Ну, оружие вот производят. Оружие что это? Это разве выход? Компания Apple. Apple компания имеет бюджет больше, чем в России. Насколько я знаю. Я не знаю. Могу ошибаться, но... Я не знаю. Денег у них много, конечно. Ну, представьте, сколько там людей работает. Ну, скажем так, кешам на счетах у них больше, чем, допустим, у России. Ну, возможно. Допустим, 10 тысяч человек компания Apple зарабатывает столько бабла. А в России 146 миллионов не может столько бабла заработать. Ну, как это? Ну, на самом деле, тут немножко так не... Знаете, как вот, если, допустим, ты живешь там, ну, где-то, я не знаю, в райцентре, и тебе на жизнь там 300 долларов достаточно. Ну, или, скажем, ты на 300 долларов живешь, как в американском райцентре, допустим, на 5 или там на 4. Тысяча. Тысяча, да. Поэтому, может быть, оно так нельзя, так прямую. Ну, конечно, прямую нельзя, но, в общем, стоит о чем-то додуматься. Есть о чем-то додуматься. Вот это замер... Есть ощущения? Ну, конечно, конечно, есть. Я же говорю, люди платежеспособные уезжают. Нет, нет, другие одно дело уезжают. Может, он куда-то в Москву уехал или в Питер. Да нет. По-моему, по официальной статистике, 14-й год подбил рекорд 99-го года, когда Путин пришел к власти. По-моему, вот 14-й год подбил рекорд. 15-й, насколько я слышал. Опять же, у меня нет точных данных, могу ошибаться. В 15-м еще больше, чем в 14-м нагрировал страны. Официально? Да. А какие цифры там? 10 тысяч, 50 тысяч? Я не помню. По-моему, тысяч по 200, наверное. Да, ну что? Ну, где-то так. Я могу ошибаться. Я давно смотрел статистику эту. Какие-то очень большие. Давно не участвовал с этим. Большие, да. 200 тысяч очень. Мород уезжает. А вот среди ваших знакомых люди играют, например, в лотерею грин-карты? Нет, никого не слышим. То есть даже те, кто хотел бы уехать, может, наехать? Среди моих знакомых никто не хотел бы уехать. А-а-а. Может, кто-то думает, но очень так. То есть им нормально? Да, им нормально. У них все хорошо. А вы играли? Ну, один год играл. Понял, что это безнадега. Ну, это же нормально. Нам надо действовать. Слушайте, а вот сейчас пьют вообще много люди, скажем, в области? Много. Вот по улице идешь много пьяных? Есть пьяные? Не, ну, прям так, чтобы валяются, наверное, не особо. Но если зайти в некоторые пьяные дворы, то там действительно много. На улице прямо сидят? Да, на лавочках могут сидеть, бухать. По некоторым дворам у них погоняло еще с 90-х годов пьяные дворы. Они до сих пор пьяные. Прямо название такое? Да, проходишь по двору, там сидят алкаши. Очень много умирает от алкоголя. Ну, это прям практически на глаза, конечно, тоже официальной статистики нет. Но безопасно, вот скажем, с точки зрения такой бытовой преступности? Вот там отжали мобилу или там дали побалдели? Нет, ну, сейчас этого меньше стало, с 90-х годов это меньше стало. Но потихонечку, где-то в последние несколько лет, ситуация нагнетается. Слышала такие истории, как аккумуляторы с Жигулей вытаскивают ночам. То есть начинается потихонечку. Ну, это не преступление против личности? То есть не то, что нож приставили, вынимая аккумулятор? Ну, да нет, есть и такие ситуации. Разбойные нападения тоже есть. Этого очень много. Просто если этим интересоваться. Я занимался чисто работой, занимался домом. Бывали слухи, проходили, там кого-то убили, там кого-то зарезали. Маньяк какой-то был, может, полгода назад. Девочку под мостом нашли. Что-то такое было. Ну, не то, что ты идешь по улице, думаешь, сейчас по голове дадут. Такого нет. Ну, как сказать, я бы не ходил бы по улице ночью. Вот реально, я бы не ходил. Я бы старался бы все-таки или на машине ездить, или как-то не выходить. Но вообще, я как семью обзавелся, у меня дом, работа, работа дома. Я уже не хожу по вечерам, это в 20 лет. Такой вопрос. Вот я слышал от разных людей, что если от Москвы отъехать, ну, не знаю, там, может быть, грубо, 200 километров, то там дальше какая-то есть жизнь. А вот там первые, там, ну, не знаю, 100-150-200 километров, вся жизнь, она так съехала из Москвы, и как бы все, а после обозначения произошло. А как? Расскажите, как? На мой взгляд, опять же, вся жизнь съехалась в Москву, и Москва немножко фонит жизнью по странам. То есть, вот в Москве все круто. А вот фон немножко отдается до нас. Может быть, километров как раз 200. Вокруг Москвы немножко фонит деньгами. То есть, люди более-менее живут. Если уехать за 200 километров, я редко там ездил, ну, бывало, но, опять же, от многих товарищей слышал, которые ездили туда, там газа в деревнях. Там, ну, очень, очень не обеспеченные люди живут. Но электричество есть, да? Ну, электричество, да, электричество-то есть. Газа нет, люди не обеспеченные живут, но они добрее. Если вот в Москве немножко мощновато в плане отношений людских, а где-нибудь подальше... А вот по улице идешь, в Москве, довольный народ идет, или... Да не, мрачный. Вот ситуация была, опять же, с Европой этим летом. Ездили с годовалым ребенком, ему было там год один месяц. Ходили по Европе, гуляли, он всем ходил и ручками махал. Ему все улыбались, с ним заигрывали, с ним сюсюкались, прохожие по всей Европе. Мы много в каких странах были. Начиная с Чехии, Германии, Австрии... Ну, в Австрии немножко совсем проездом, в Швейцарии тоже проездом, в Италии проездом, во Франции много были, в Испании много были. Потом назад через Германию, назад возвращались. Везде люди играли с нашим рядом. А тут? Тут мы приехали... Нет, в Америке. В Америке, ну, примерно то же самое. Америка, конечно, немножко чуть поскромнее в этом плане, чем Европа. Ну, Европа поинтереснее немножко. А когда мы приехали в Москву, у нас ребенок ходил, махал всем ручками, всем улыбался, а все проходили с кислими лицами мимо него, и у него было недоумение на лице. На самом деле это очень страшно, когда ты видишь такое, что происходит с ребенком. Это очень-очень страшно, на самом деле. Вот она, Москва. Хорошо, а у вас народ более жизнерадостный? Ну, это Подмосковье я имел в виду. Я в Москве бываю, но крайне редко, и в основном по делам на машине, там по улицам не гуляю. Ну, по Москве народ идет по улицам? Какой? Такой же примерно, такой, все свои дела, все свои заморочки. Если куда-то пойти в центр, погулять, где пешеходная зона, ну, там может быть молодежь веселая, цивильная, там веселиться, интересно, там может быть что-то приятное, можно ли видеть. Но если где-то около метро, ну, это мрак, такой же как везде. Что люди грубые. Метро? Да, они же идут по своим делам, у них свои заморочки, они спешат куда-то. Улыбающих людей я, наверное, редко вижу. Реально доволен, улыбающих людей я редко вижу, потому что еще им надо думать, чем накормить своих детей. Я, знаете, вспоминаю советское время, и, ну, поскольку мы жили в Москве, то там часто гуляешь где-нибудь по центру, там, вот гостиница «Россия» тогда была, что-то такое особенное, вот, и там было много иностранцев, всегда вот там идешь, и какие-то люди, ну, их видно издалека, они не наши идут, они там что-то напевают себе, и такие у них лица, такие абстрагированные, там. Не до чеку. О, да, абсолютно, абсолютно, да. И вот, я думаю, ну, это вот какие-то, ну, видно, что не наши. Вот, и... Примерно то же самое. Однажды мы были в Париже, когда там был экскурсовод русскоязычный, он там живет, парень, и я его спрашиваю, слушай, вот группы из Америки, и группы, там, скажем, из Российской Федерации, они отличаются народом вообще, туристами. Он говорит, да, говорит, ты знаешь, которые вот из Нью-Йорка там приедут, они идут, как будто вообще там не машин в городе нет, там, не вообще, а идут, а смотрят, и вообще все пофигу. Вот, а которые там из Российской Федерации, те такие, они понимают, что тут опасно, они держатся вместе, они не отстают, и, в общем, так, дорогу переходит очень аккуратно там. У меня на эту тему есть легенда, ну, не легенда, а теория, вернее, да, теория, правильно сказать. Теория такова, если человек у нас по городам, ну, вот, у меня в городе, может быть, в Москве идет расслабленный, довольный, счастливый, значит, некоторые субъекты, некоторые верные личности могут предположить, что у человека все хорошо, что-то есть, значит, с него что-то можно взять. Ой. А если человек идет угрюмый, хмурый, соответственно, у человека все плохо, к нему лучше не подходить, с него взять нечего. Может быть, поэтому люди ходят угрюмые у нас в стране, я не знаю. Он не может быть. Потому что в Европе все, ну, вот сейчас даже в Америке, все расслаблены, у всех все хорошо. Они не думают, где бы заработать, ну, верно, может, начали думать, но у них нет такого острого желания заработать лишние деньги, чтобы накормить своих детей. Потому что то есть накормить детей не так просто, хотите сказать. То есть требует особых усилий. Ну, в среднем зарплату у нас, если долларов 300-400, это уже хорошо. Давайте, раз уж вы доехали до Америки всей семьей, у тещи как вообще нравится? Да, конечно. А что ей нравится? Порядок, частота, улыбаются люди, здравствуйте, говорят, когда мимо тебя проходит, если немножко задели, извиняются за это. Очень нравится теща. Да и всем нам очень нравится. Ну, хорошо. А вот вы первый раз в Америке, да? Да, в Америке первый раз. Но в Европе бывали. Вот если сравнить Европу и Америку, ну, вот, скажем, на уровне магазина, зашел в магазин продовольствия, то же самое. Не отличаются? Практически нет. Нет, конечно, товары, наверное, другие, я не сравнивал. Ну, 100% другие. Ну, в общем-то, все то же самое. Везде есть туалеты в магазинах, везде чисто, везде порядочно. Ну, сейчас в России такие же, в принципе, магазины, единственное, туалетов, наверное, нет в магазинах в России. Даже в новых, современных? Да. Нет, но если торговый центр большой, там, конечно, есть. А если взять небольшой супермаркет, там нет туалета, ну, конечно, немножко грязно, чуть-чуть. Может быть, немножко, все-таки народ говорит о себе знать. Если в Европе, в Америке с тобой вежливо, обходительные, и даже не персонал, а именно люди вокруг тебя вежливые, то в России, конечно, нет. А персонал все-таки вежливый? Вот продавщица не будет хамять? Не, ну, почему же? Может. То есть, даже в новой, в рыночной экономике может нахамять? Хорошо. Ну, не все. Есть вежливые. Попадаются вежливые. Хорошо. Я последний раз был в Москве в 2003 году, и мне было очень приятно, что вежливый. Никто не хамил. Причем, явно я иногда тупил, пытаясь что-то расспросить, потому что мне тоже непривычно после большой переговоры. Нет, большинство не хамят. И они очень, совершенно, там даже могли бы нахамить, но совершенно так вежливо отвечали. Я был очень так. Есть 10 хорошие, есть хорошие люди. Есть, которые не хамят, но бывает, что хамят. Ну, хорошо. Теперь принципиальная разница вот как бы между Европой и Соединенными Штатами, ну, вот здесь вот, Америка здесь. Вот какие основные различия? Основные различия. Да. В Европе дороги не так подсвечиваются, как в Америке. В Америке очень приятно ехать, когда, видишь, передам ночью, а у нас светится вся дорога, прям вот видно все направления. Отражатели стоят. отражатели стоят. Это очень хорошо. Хотя в Европе тоже очень высокая культура вождения, очень приятно ездить, когда выезжаешь с какой-нибудь заправки, вот разгоночную полосу, все быстро перестраиваются в левый ряд. То есть пропускают? Да. Это в Европе, а в России нет. В Америке... Здесь тоже не очень перестраиваются. Здесь, они могут тебя пропустить. Да, здесь пропускают, но не перестраиваются. Нет, не перестраиваются. Ну хорошо, а с точки зрения, ну вот, так сказать, культурки, так вот, старина, там, города такие... Ну это, конечно, совершенно другое. Я тут еще не успел, там, толком погулять по старинным местам, по каким-то, то в современную Америку вижу. Ну ты нету старинных так особо. Ну даже в тех старинных, которые и старинные, я этого не был, поэтому не могу сравнить. А в Европе, конечно, да, очень здорово. Там какая-то, какой-то дух такой витает, старинный, в замке, когда ходишь, там, прям приятно. А вот, вы когда последний раз по Европе-то? Полгода назад меньше чуть-чуть. Присутствие, или, скажем, наплыв, вот, народу из Афганистана, Ирака, Сирии? Абсолютно никого. 40 дней, 15 тысяч километров по Европе, видел, ну, местных арабов во Франции видел. Не, ну это всегда было. Да, это они местные арабы, там, с Алжиром, порядка вещей. Так что, прям, какие-то палачные городки, эмигрантские, такого не было. Ну, нет, оно где-то, конечно, наверное, есть, может быть, что-то в этом есть, но я, по крайней мере, не видел. Хотя, я был... То есть, не то, что, не пройдешь мимо, такого нет? Нет, такого нет, и я был не просто туристом, как меня привезли, увезли, я был дикарем, можно сказать, я ездил там, где мне надо было ездить, то я хотел, то я ехал. То есть, я не видел никого там такого. Так, Алексей, так вы к нам-то в офис, вот какими судьбами? Так, ностальгии, можно сказать. То есть, вы наш зритель? Да, полтора года смотрел, и вот как-то... Ну, вы вас на что-то вдохновили, или вы просто так развлекательно нас смотрели? Какая-то польза была? Конечно, вдохновили. На что? В плане переезда. Окей, то есть, вы заинтересовались Америкой? Да. Хорошо, а какую-то полезную информацию у нас можно почерпнуть, если вы смотрите с Подмосковья? Да, конечно, безусловно. Михаил, надо это, я просто хочу, чтобы вы конкретно что-то сказали. Конкретно я к вам отношусь так, что вот есть у меня какой-то круг друзей, с которыми я общаюсь, но среди них еще до полутора, полтора года назад еще не было ни одного такого человека, который миллионер, который может дать совет жизненный, который может куда-то направить, на путь истинный наставить, его можно что-то спросить, он даст какое-то объяснение каких-то ситуаций, и по жизни идет легче после общения с таким человеком. И вот у меня как полтора года уже, можно сказать, что товарищ есть, который гуру по жизни. Да, ну, хорошо, ладно. Мы такие маленькие миллионерчики, такие. Ну, хорошо, ладно. Как-то меня обычно не с этой стороны народ идентифицирует, ну, ну, да. А вы книжку мою читали? Сейчас читаю, уже больше половины прочитал, прям, можно сказать, что захлеб, уснуть не могу. Да вы чего? Да, вот сидишь, лежишь в хране до двух, до трех ночи, можешь читать, не отрываясь. Знаете, как про Брежнева там проподнят, нет, что он там, это, ну, что он там писал, книжки у него были, у меня даже тут ящики где-то лежат, миниатюрное издание, а вот, ой, однажды, друзья, я был в Молдавии, в командировке, написано, вот, Л. И. Брежнев, видите, так, за шнурочек тянешь, две книжки, тираж тысячи экземпляров, за рубль, что ли, я купил, вот здесь написано, возрождение, на двух языках, возрождение, а здесь написано, малая земля, и там, микроскопическим шрифтом, посмотрите, вот, значит, там, вот страничка на русском, страничка на молдавском, вот, и, я хочу могу, есть такой анекдот, как, Брежнев-Суслово, говорит, там, говорит, читал, он говорит, ой, говорит, я не, ты личная такая вещь, там, все, пойду еще почитаю, еще раз прочту, и Брежнев говорит, смотри-ка, как всем нравится, надо самому, что ли, почитать, вот, так что. Интересная книга у вас, как начиналось все, как зарождалось, как проходило, как умирало, погасало, опять зарождалось. У меня есть сосед в Москве, мы в одном доме жили, и я ему книжечку тоже послал, наши дети учились в одном классе, я им послал книжечку, и потом жене его там пишу в скайпе, я говорю, ну, как там, Володя читает, она говорит, читает, говорит, и целыми днями переговорит, хорошо, что мы никуда не поехали, ну, я наоборот, это такой стресс, это вообще кошел, стресс стресс, но зато меньше вероятности мерять под утюгом какими-нибудь очередными, ой, да, они говорили, много меньше, оно того стоит, ой, так что, книга полезная, канал интересный, очень много по работе, причем, это по работе можно отнести не только к программированию, не и к компьютерам, делам, в общем, ко всему, очень интересно, как вы рассказываете, какие-то жизни, ситуации с какими-то людьми проходили, как себя вести правильно, что можно, что нельзя говорить, а девчонки симпатичные показывают, девчонки, на канале, в основном, да, хорошие такие, процентов 99, наверное, такие хорошие, да, они на самом деле, не только вот чисто внешне, но они светятся, они такие жизнерадостные, а раз несосвеченных людей, это не бывает, они все светятся, я не видел еще ни разу, в Америке, нет, а в школе, да, тех людей, которые не светятся, то есть, просто они иногда до суда не доходят, но есть такие, что просто не хотят сниматься, даже из тех, кто светится, не все хотят сниматься, да, не все, в следующий раз, значит, там, может быть, им захочется сняться, одни говорят, вот я работу найду, тогда, я заметил одну интересную такую связь, есть совершенно четкая корреляция между тем, что человек охотно снимается и тем, как он потом работу ищет, то есть, насколько успешен он в поиске работы, то есть, если он раскрепощен, не комплексует, активно идет в общение, то это не важно, это было вот тут у нас, или это было на интервью в компании, он так, как-то, тот же самый человек, вот это же самое качество, на самом деле, ну что же, ладно, вы теперь будете тут гулять по Америке, и к вам будут подходить люди, говорить, ой, так это же наш там с канал, у нас каждый, кто снимается, вот тут, он потом куда-то выходит, вот, и, ну да, тут, вот, София наша ее всюду узнают, вот, и девочки тоже, которых мы там иногда снимаем, там, и мальчики тоже, подходят в магазинах, я иногда, знаете, вот, куда-нибудь зайду, в магазин какой-то, ну там, большой, маленький, неважно, вот я куда-то захожу, и вдруг я смотрю, кто-то начинает на меня смотреть, и так смотрит, и потом кругами ходит, и потом, ну может вообще не подойти, а может там жене что-нибудь, а потом может подойти, сказать, здравствуйте, я там смотрю, там, то есть, это так довольно... медийными личностями, ну немножко, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, то есть, мы еще не прячемся, охрану не нанимаем, там, чтобы не оторвали кусок рубашки, там, то есть, я в этом смысле, конечно, до Пугачевой, там, с Галкиным, я не дорос, вот, но оно и к лучшему, все впереди может быть, что? Ну я уж без охраны лучше так привык, на то спокойнее, на то спокойнее, Алексей, давайте мы пожелаем тем, кто нас смотрит, всяческих успехов, вот, чтобы те, кто хотел добраться до Америки, пусть доберутся, те, кто не хотел, пусть не доберутся, вот, пусть все так будет, как хочется, чтобы было, и поблагодарим тех, кто дослушал до этого места, уже до конца дошел, но тогда уже, если вы до конца дошли, вы уже ставьте лайк, потому что это подвиг, который вы должны отметить, так сказать, поставите лайк, будет двойной подвиг, вот, а Алексей с тещей, и с маленьким ребенком, ну и с женой, естественно, вот, тогда пусть движутся, и пусть еще много чего построят, в этой жизни, вы много чего построили? В плане строительства? Да. Нет, ну в плане работы, да, много что построил, в плане личного, чего-то, хотел строить дом, так, нет, ну у вас еще много времени, другим людям построили что-то, дома строил, ремонт делал, вообще, я считаю, что строитель, для меня это очень похоже на земледельца, то есть, это такая очень фундаментальная, такая работа, где ты видишь вклады своего труда, и, как бы, это такие базовые вещи, на которых строится вся остальная жизнь, потому что, если не возделывать землю, и не строить ничего, тогда все остальное вообще смысла не имеет, то есть, как бы, рассыпется в трипадон, поэтому, это здравия древняя, правда, какая древняя профессия, и та, и другая. вообще, самая древняя, почти. Да, почти, есть более древняя. Нет, может быть, и тестером буду работать, я же не знаю, как оно пойдет, я открыт для всего. Ну, это правильно, никто не знает, я тоже не знаю, что будет через там год, или через два, или три, но я, как бы, так радостно открыт, и удивляешься иногда, что вроде, мне вообще 60 лет тут недавно было, и я, я все время что-то новенькое такое нахожу, и в себе, и вокруг, и думаю, надо же, а еще жив, значит? Да. Вот, так что, друзья, хочется сказать тост, так сказать, пока живы, будем открыты. А пока мы открыты, так мы еще живы. Еще если смотреть канал телеканалового войс, то будем всегда, живы. Очень много энергии, позитивной, очень много хороших форматов. так вот, о, уникальная чашка, осталось три. Да, я смотрел вчера. Вот, две из них у меня на столе. Хорошо, друзья, давайте, значит, вы правой рукой, а я левой, мы так помашем, и скажем, пока!